Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру черепашки ниндзя легенды и как видите мы с вами остались в мастере одна звезда, поэтому ребят забираем наш реворд, так что же нам выпадет сегодня? Так, 8400 сюриков, Микеланджело оригинальный, ребята 40 ДНК, так 90 у нас золотых осколков и 55 платиновых, плюс я забираю здесь ежедневные награды, шикарно, но я вам сразу скажу ребят, что мне пришлось потратить очень много откатов для того, чтобы остаться в мастере, ну что же, давайте заберем тогда здесь задание, так, пройти серию испытаний обязательно мы это сделаем с вами, но вначале откроем бесплатную колодушку, так и посмотрим, что нам здесь выпадет, так, Крис Брэдфорд, жаль конечно, но лучше Крис, чем вообще ничего, чем эти 2 доллара, вот ребятушки, вот оно, ну что же, мы с вами будем сейчас поднимать его, так нам хватает, 2500, а у нас 3129, да, конечно же, будем развивать, ребята, ну что же, я его поздравляю, нашего Микеланджело, он переходит в 3 бронзовый ранг и у нас, ребята, продвижение по сюжету, Микеланджело черпает вдохновение, читая книгу комиксов, с вероятностью 100% у союзников он появится, не воспринимаясь к отрицательным эффектам статуса в течение одного хода, с вероятностью 10% у всех союзников будет уменьшено время перезарядки способностей, вот так вот, и при этом я еще могу, ребят, даже проапыть на вторую ступень, ну что же, одним словом, это у нас получается иммунитет, как я его называю, отличненько, ну, главное, что он получил третью звезду, так, я его еще и могу по рангу поднять, вот оно что, хуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Наши обычные серебряные осколочки. Конечно же, поднимаем, поднимаем. Ребята, о чем тут говорить? Это двойной сюрприз для меня, если честно. Ну что же, теперь он у нас имеет три серебряные звезды. И это, считайте, ребята, круто. Так, ну что же, сегодня у нас, ребята, по стандарту он будет арена. Но, согласитесь, уже прошло достаточное количество дней. И нам сегодня будет очень тяжело туда пробиваться. Так, ну что же, давайте вначале мы найдем с вами Крипа. Так, где у нас Крип? Там, кстати, тоже немножко осталось нам. У него 84 ДНК. То есть, остается всего лишь 16 найти. И все, ребята, и мы тоже его сможем прапать. Смотри-ка, уже две ДНК нашли. Это круто. Это удар какой-то для нас, ребята. Просто игра в ударе сегодня. Смотри-ка, уже три. Четыре. Да неужели? Неужели, ребята, в первый раз 4 ДНК из 6 попыток нам дают? Так, подожди-ка. У нас тут что-то есть. Давай-ка мы обменяем по курсу. Отлично. Так, паукус. Ага, у паукуса, ребята, навык какой-то, да? Можно раскачать. Даже у тигра можно навык раскачать. Хм. Слушайте, подождите. А на кого же я там копил? На майке, по-моему, да? Если не ошибаюсь. И хотел я ему прокачать. По-моему, да. Ярость нунчаков. Мне не хватает всего лишь 4 пульта. Ну что же. Давайте тогда, наверное, с вами искать эти пульты. Так. Поехали. Один есть. Нам нужно 4 штучки, да? Второй. Так, а по этому у нас-то хватит? По мутагену-то. Третий и четвертый. Все, ребята. Накопил я нунчаки. Так, смотрим. Ну что же. 400 мутагена нужно для того, чтобы прапать. Давайте, ребята, сделаем. Это у нас, получается, пятая ступень. Угу. Все, да? Мы задание-то, кстати, выполнили или нет? Да, выполнили мы эти два задания. Ребята, поднять уровень персонажа нам остается и пройти серию испытаний. Ну что же. Серию испытаний мы сейчас с вами быстренько пробежим. Ну что, друзья мои, серию испытаний мы с вами прошли. Теперь остается только лишь поднять нам уровень персонажа. И все задания будут выполнены. Так, посмотрим, сколько у нас мутагена. Очень, ребята, мало. Очень мало, я бы сказал бы. Так что давайте кого-нибудь попроще с вами повысим. Ну-ка, морозильная кошка, у меня хватит на тебя? Даже на нее не хватает. Придется еще кого-то меньше брать. Джастина, может быть, ребят? Или же... Во! Микеланджело. Я думаю, на него должно хватить. Замечательно. Ну что же, я забираю полностью реворд. И мы, ребят, с вами отправляемся на арену. Я, конечно, все понимаю, что поздно, как говорится, бустовать нам здесь. Так, у нас осколки еще будут разыгрываться. И давайте заодно посмотрим, ребята. У нас будет разыгрываться на этой неделе Рафаэль. Оригинал, да? А по испытаниям у нас будут космические странности и день Дони. Космические странности. Ну-ка посмотрим, что у нас здесь. Понятно. Так, Армагон, да? Ну, я не знаю, дойдем ли мы до него. Все зависит от того, каких нам дадут героев. Слушайте, ребята, очень крутых нам дают героев. Так что, скорее всего, мы сможем пройти. Я, по крайней мере, в это верю. Так, и смотрите, что самое прикольное. На Эксперте у нас будет разыгрываться Армагоша. А как вы помните, да? Армагон у нас, в принципе, готов. Прапаться. По фулочке. То есть, нам нужно еще найти 46 ДНК. Да, я понимаю, что это будет сложно, но возможно. Согласитесь. Будем, короче, с вами стараться. Ну что же, отправляемся с вами непосредственно на турнирную арену. И будем разбирать потихонечку. Так, начнем с самых простеньких. И это у нас будет Дженнифер. Да, именно с нее мы и начнем. Так, ребята, максимальный уровень тут, смотрю, 15-й. Ну, для нас это ерунда. Вот, начнем такой командой с вами. Естественно, у них скиллы непрокаченные. Но, по крайней мере, Леонардо здесь будет отжигать. У него 3 звезды. Сейчас мы в первую очередь должны с вами, наверное, Пита бомбануть все-таки. Потому что он у нас лекарь. Не пробили маленько. Так, какой у нас тут удар прикольный. По-моему, вот этот вот, да? Да, осколками бросаемся. Замечательно. Так, Ванька-Серанка упал. Да хорош ты еще. Тут поджигает он мне. На-ка, получи. Ну что, ребята, первая победа прошла у нас хорошо. Давайте смотреть, как мы с вами будем продвигаться по нашей карьерочке. Я надеюсь, все будет хорошо, отлично. Без проигрышей сегодня мы будем с вами, надеюсь, играть. Так, 28-я позиция. То есть, Войн 2 звезды сейчас нам будет обеспечен. Так, выберем-ка мы, наверное, с вами. Да, вот Юлию. Да, я думаю, что это оптимально для нас. Здесь тоже максимальный уровень 17-й. Да, и идет 14-й и 15-й. Возьмем своих ребятули, которые у меня 30-го уровня. Ниже нету. Так, и начнем потихоньку. Так, будем с Леонарда, я думаю, начинать. Да, хотя тут 2 Леонарда. Так, отлично. Давай-ка теперь... Не-не-не-не-не-не. Вот этого паренька нам нужно раскромсать. Ну-ка. Молодец, Рокстеди. И тут у нас нейтрализатор. Что-то бубнит, буянит. Это зря, конечно, он это все затеял. Все, мы отправили, ребята, их на покой. Ну что же, я думаю, сейчас у нас будут уже 2 звезды в ранге. Но сегодня нам нужно добраться, попытаться до самураев. Не знаю, получится у нас это или нет. Войн 2 звезды, как я вам уговорил. Надеюсь, после этого боя у нас будут уже 3 звездочки. Так, вначале мы выберем с вами... Я думаю, что Александру. Почему Александру? Александр тогда уж просто-напросто. Ну что же, выбираем. Раз, два, три. Так, 30 уровней. Тут максималка 20. И в серебре. Да? Они в серебре. Ладно. Думаю, нам это никак, ребят, не помешает. Так, Роквелл. Давай-ка мы начнем, наверное, с Кирби. Да, я хотел вначале... Бакстера Стокмана. Но, ребят, передумал. В последнюю секунду и начал с Кирби. Потому что он хилер. А тут, как видите, я ему еще и меткость понизил. Замечательно. Значит, он не попадет. Не должен попасть. Да, отлично сработано. Давайте, ребята, бомбанули. Замечательно. Так. Тихо. Не надо. Все, ребята. Very good. Тут по-другому не сказать. В общем, пока идем с вами нормально. Идеально. Без каких-либо напряженных моментов. И... Да ладно тебе. Вы специально так делаете, да? Это вот, ребята, был вчера понедельник. Ну, я работал. Да, я не смог, к сожалению, с самого начала бустануть. Потому что я был на работе. Сегодня у нас только лишь вторник. И вы смотрите, уже, уже, как тяжело проходить. Как тяжело подниматься по рангу. Вот так-то вот. Ладно. Хорошо. Будем, ребята, на своем держаться. Не будем, как говорится, сдаваться. И все у нас должно получиться. Так, ну-ка, бомбанем. Отлично. Так, давай-ка мы, наверное, с вами Бакстара Стокмана отправим на покой. А там уже и до ванюши-стиранка доберемся. Никуда он от нас не денется. Это я вам точно говорю. Так. Давай, наверное, вот так вот бомбанем. Мы ему еще и атаку понизили. Нет, родной. Ничего у тебя не выйдет. А вот мы тебя заколбасим. Замечательно. Я не знаю. Может быть, сегодня попробовать пройти хоть какое-нибудь одно из испытаний. И у нас, наверное, успеем мы по времени. Так, ребята. Воин. Три звезды. Медленно продвигаемся. Медленно. Так. И теперь мы будем брать с вами, наверное. Я буду по кубкам, ребят. Где больше всего кубков, с теми и будем драться. Тут у нас Усама и Мирик. И Мирик. Так. Я предпочитаю, наверное, ребята, все-таки с Усамой подраться. Потому что там один бронзовый. Тем более Кирби. Так. Секундочку. Давай возьмем. Раз, два, три, четыре. У меня уже пошли сороковые уровни, кстати. Так. Что ему сейчас будет не сдобровать? Это не Усаги. То есть не Кирби. Это у нас Мондагека был. Так. Ну что. Бросаем бомбочку. Отлично. Так. Теперь, наверное, добиваем. Все. Никакого бафа положительного не будет. Тихонько. Не надо буянить. Так. Давайте, наверное, будем разбирать Леонардо. Отлично. Ну, теперь. Теперь Хана. Дынь смола там в лицо прям получил. Так. Ну что, Рафаэль. Я думаю, зря вы делаешься. Тебе же все равно крантарики. Да ведь? Вот и все. Голубь Питт еще так станцевал. Задорно в конце. Ну. Как победитель прям. Так. Ну что же, ребята. Мы с вами продвигаемся. Смотрим, куда. 27-я позиция. То есть, ну, еще один бой. И мы с вами перейдем в новый ранг. Так. Естественно, ребята. Я буду выбирать. Во. Богдан у нас здесь. Кстати, 26-е уровни уже приступили быть. 26-е уровни приступили быть. А у нас 30-е. Ну что же, поехали. Так. Не забываем, ребята. Здесь у него кролики, да, имеют 3 звезды в золотом ранге. И не забываем, что они массово имеют атаку. Так что надо будет, наверное, их в первую очередь бомбануть. Но после Эйприл. Ой-ой-ой. Что такая сильная-то Эйприл. Хорош. Серьезно, что ли, так вот? Да ладно тебе. Блин, сейчас кролики, ребята, бомбанут. Ну, естественно. А, нет. Такой вот удар. Я думал, будет массовая атака. Ну, ладно. Это еще терпимо. Так. Ну что? Я думаю, Эйприл все свое отыграла. Мы ее поджариваем. А вот теперь я буду браться за кроликов. А ну-ка, давай вот так вот таранем немножко. Так. Истощение. На кого вешает, ребят? Ага. Усилил всех, да? Массовая атака. Понятно. Так, попробуем, ребята, разобрать. Как можно быстрее этих кроликов. Ну, да чтоб тебя. Давай вот так вот. Так, уклонение? Вау. С какого вдруг, ребят, перепугало? У них повесилось уклонение. Ха. Ну, давай теперь, наверное, будем разбирать Криса. Ну, по крайней мере, пытаться. Черт, у него... Ребят, уже меткость мы ему понизили. Так, давай, наверное, массовую атаку бомб... А, это нет. Я все время путаю Микеланджело с Рафаэлем. Это у Майки, да? Массовая атака, когда он там какой-то попкорн вроде раскидывает или что-то типа того. Так, Рокстаде сопротивляется, я смотрю. Все, ребят, довыеживался. Ну, что же, мы с вами должны... Ребят, мы вообще для чего делаем? Чтобы нам подняться как можно быстрее в ранги. Я не знаю, почему-то вот все оригиналы у нас, да, пошли. Вот из черепашек ниндзя. Что у нас там за месяц оригинальных черепашек? Или как это можно назвать? На этот раз у нас Рафаэль. В принципе, я ничего против Рафаэля не имею. Кстати, надо, знаете, что глянуть, ребят? Смотрите, предположим, да, если мы с вами будем в мастере, мы получим с вами 40 ДНК на Рафаэля. Давайте посмотрим, сколько у меня вообще есть ДНК на него, на Рафика оригинального. Так, где он? Вот, ребята. То есть, получается, если мы с вами получаем 40 ДНК, мы сможем его перевести в третий серебряный ранг. Ну, я считаю, это неплохо, потому что у меня, ребята, есть Леонардо оригинальный, да, который в золотом ранге сразу же давался. Плюс у нас есть, вау, Донателло, кстати, ребята, две ДНК, и мы тоже его переведем в третий серебряный ранг. Плюс вот у нас Майки получил сегодня. Да и, в принципе, все, ребята. Все оригиналы у меня собраны и остается только их прокачивать. Хм, нормуль, что я могу сказать вам. Ладно, ребята, мы с вами продолжаем турнирку. Так, выбираем, наверное, а тут можно любого взять. Тогда давайте будем по уровню. Я думаю, что Нонейм нам пригодится. Начнем, наверное, с разборки именно его. Так, тут 25 уровень максималочка, да? Хм, ну, я думаю, что Донни Космос в золотом ранге порвет их тут всех. Ну, начнем мы, наверное, с Пита все-таки. Так, да, ребят, сабли зуб у меня здесь, на самом деле, слабоват парнишка. Вообще слабенький. Так, Пита мы уложили в баньки. Рафаэль, кулак. Да, он промахнулся, господи. Ну что, давайте, наверное, мы с вами укрепимся. Маленечко. А, нет, это не укрепление у нас. Это мы понизили скорость. Тогда хорошо, тогда делим провокацию на Острозуба. И будем потихонечку уже разбирать их. Так, Крип тоже берет, ребят, на себя провокацию. Тогда погнали. Ага. А если кулачком бомбануть? Воу. А если еще вот так вот сделать? Готов Ахламон. Так, я хочу, ребят, наверное, разобрать Рафаэля, потому что у него есть одна атака, которая мне очень не нравится. Если он ей воспользуется, он может нам больно сделать. Так, тихо. Успокойся, Донателло. Я думаю, что у него этой атаки пока нету. Она у него не прокачана, поэтому он ее и не сделал. Ну и что же, остается лишь Донателло, которого мы быстренько с вами сейчас разберем. И дальше пойдем с вами, естественно. Так, ну-ка. Упал. Ну что же, все очень круто. Ребят, никто у нас пока еще не погиб. Идем идеально. Во всех смыслах слова. Так, переключаемся на 30-ю позицию. Ребят, ну что же. Наверное, еще все-таки один бой нам надо сделать, чтобы мы пошли на элиту 2 звезды. Так, и выбираем в этом случае мы Юлию. 29-й уровень здесь, да? У Микеланджело. Я смотрю, но я думаю, что мы справимся, потому что у нас 30-нички даже уже чуть-чуть повыше. Кстати, тоже Микеланджело есть. Да и по звездности мы все-таки превышаем, да? У нас по 3 звезды. Пускай серебряный ранг, но все-таки. Так, кто нам здесь не нужен? Ну, во-первых, ребята... Так, давайте-ка мы укрепимся. Это во-первых. Пока есть такая возможность. Ага, он тоже самое делает. Так, и будем, наверное, брать Эйприл в оборот. Так, это в первую очередь. Вау, заблокировал способности. Это уже круто. Может быть, еще и постепенный урон повесим. Ну-ка. Да, все, ребята, она не жилец. И я переключаюсь, наверное, на... А давайте массовую атаку сделаем. Так. Вау, Майки не получил повреждения. Это почему-то? Хорошо, давайте так вот сделаем. А-а-а, не пробили. Да что ты за мной повторяешь-то, а? Олух. Какие я движения, такие он делает. Так, ну что же. Оу, а Лео-то какой крепенький-то. Смотри. Тихо, не надо буянить здесь, парень. Ну-ка. Прожарим его. Критическо, да, получилось у нас? Все, минус Лео и остается, ребята, Микеланджело. Ну, я думаю, что быстренько мы его сейчас разберем. Хотя у него здесь уклонение стоит еще. Да ладно тебе, все, мажем и мажем. Так, ну-ка, давай попробуем так вот бортануть. Ну, неплохо. А если вот так вот? Ну, все, ребята, остается только лишь добить. Сейчас мы его добьем. И посмотрим, мы перейдем все-таки в двухзвездочный ранг или нет. Давай-давай, не томи меня, пожалуйста. Быстренько показывай мне. Да давай, хорошо, все. Да, ребята, элита две звезды. Отлично, не 91-го позиция. То есть, слушай, до самураев, я не знаю, дойдем ли мы. Но постараться надо. Так, вот здесь, ребята, все абсолютно одинаково, да, в кубках, в бонусах. Поэтому я буду брать Усаму. Опять Усама? Ну, ладно, тем более все в бронзе. Все, ребята, абсолютно. Нет, кроме майки. Так, а у меня тут сороковнички, да, затесались уже. Ну, что же. Кстати, кто-то из подписчиков спрашивал, какой герой в черепашках самый сильный. Ребят, я вот на этот вопрос не смогу ответить. Мне кажется, что каждый герой по-своему уникален. Тут нельзя выбрать одну единицу, которая могла бы всех бомбить. Не знаю, может быть, Супер Шреддер. Но, мне кажется, и против него можно найти какого-нибудь героя, который будет раздавать звездюли налево и направо. Так что, по этому вопросу у меня, как говорится, ответа нету. Я могу просто предположить, кто, по-моему, ну, как говорится, кто на ваш счет самый сильный персонаж. Это да, это можно. Но самый сильный по игре, вот это вряд ли. Так, ну что же, мы разобрали мы эту команду что-то так быстро, пока я тут обдумывал и задал сам себе вопрос, да, от подписчика. И пока думал, как на него ответить, мы разобрали эту команду. Но на самом деле, мне кажется, здесь есть какой-то баланс, что если найдется какой-то прокачанный персонаж, против него найдется еще более прокачанный. А против того прокачанного еще какой-нибудь. И это, как, знаете, замкнутый круг. То есть, все в балансе. Так, ладно, ребята, давайте возьмем следующую команду. Ксевер, Пиццилиций, Мутагеноид, Хрип и Морзинная Кошка. Слушай, у него там 28 уровни, да, а мы уже с сороковниками играем. Хм, комочек. Слушай, я, наверное, сделаю просто-напросто ускорение для нашей команды. Вот так вот. И будем уже бомбить. Так, давай-ка мы, наверное, еще танцуречку. Защиту мы понизили. И начнем, наверное... Да, хорош баф отца-то. Ты посмотри, что делает, а? Он ускоряется, ребята. Ладушки, давай начнем, наверное, с Бакстера Мухи. Вау, промахнулся. Так, кролики. Массовая атака, ребят. Ух! Повреждения-то вообще никакого не нанесли практически. А вот Пиццилицы бомба, ну-ка, айси в ладошке? Круто. Ну что, Бакстер Муха, пора тебя разобрать. Ну и Монда Гек, ребята, отдуплился от постепенного урона. Так, давай-ка смотреть, что у нас тут будет происходить. Как будем с вами дальше продвигаться. Ну что, ребята, Элита 3 звезды. Позиция, конечно, 94-я. То есть нам придется, наверное, либо 2, либо 3 бой еще провести. Так, я возьму, я так понимаю, это Юрий. Да, скорее всего. Судя вообще по тому, что тут написано, Юр-Ри, наверное, да. Дони, Шреддер, Микеланджело, Слэш и Леонардо. Вот такая у нас, ребята, получилась командочка. Берем всех по порядку. Ну, так, давай, наверное, вот массовую атаку. Вот, ребята, он бросает какие-то чипсы, я не знаю. Кстати, это еда от Криса Брэдфорда. Опять же, какое-то спортивное питание, судя по всему. Так, выпускаем болванов. Ой-ой-ой-ой, команда-то у него уже все, ребята, рассыпалась. Ха, ха, ты кого-то там пробафал, а, Майки? Ты же знаешь прекрасно, что уже все. Это делать твои танцы уже некому. Потому что вся команда уже рухнула. Ну, естественно, у него там 28 уровень, а у нас уже за 40. Понятное дело, мы его быстренько расчекрыжили. Ну, что же, погнали тогда дальше с вами. Я надеюсь, 50-е место нам дадут. Во, 51-е, отлично. Хорошо. Выбираем здесь. Так, ребята, ну, я думаю, что лучше нам, наверное, с Дэном, да, подраться. Это будет безопаснее всего и эффективней. Опять тут, ребята, кролики. Что-то зачастили в последнее время команды с кроликами. Так, у нас 45-й уровень, а у него 34-й, это максимальный. Так что, думаю, никаких проблем не должно быть. Естественно, в первую очередь мне хотелось бы расправиться с Леонардо, а потом, наверное, с кроликами. Но так как у нас, ага, на лисе пониженная атака против левого, давайте начнем с кроликов. О, неплохо, неплохо. Теперь массовую атаку от Микеланджело. Так, шикарненько. Нет, не буду я, наверное, усилять команду. Давайте, наверное, просто с вами бомбанем по Леонардо. Минус. Так, Майки что делает? Бомбочку ворсает, да? Понятно, это стандарт. Кролики делают свою массовую атаку. Это бесполезно, между прочим. Смотрите, никакой... Никакого повреждения, ребята, не нанесли ни. Разбираем теперь кроликов. Так, Крис, хорош, успокойся. Бомбанул все-таки, да? Делаем поджог от... Ага, от Рокстеди. Хотя этого, наверное, добивать уже не стоит. Он сам одуплится. Вот Криса Брэдфорда, наверное, надо. Немножко бомбануть. Ну, а теперь можно... Ну, давай, хорошо сделаем. Я хотел посмотреть, ребята, отдупляться они сами или нет. Но мы, видимо, их разберем в рукопашку. Ну что же, великолепно. Продвигаемся дальше. Заодно посмотрим, мы с вами перейдем сейчас в три звезды или нет. Вряд ли, да? 51-я позиция у нас. Элита? Нет, не перешли. Десятая позиция. То есть, вот теперь мы с вами перейдем только лишь в самураи, если выиграем здесь. Ну, а мы выиграем и никуда не денемся. Так, Лилиана или, опять же, Дэн. Давай я Дэна возьму. Давайте возьмем Дэна. Тут 36-й уровень максимальный. Так. В принципе, вот эта команда, ребята. Две Эйплил у нас здесь присутствует. Одна классика, да? Другая Куна Ичи. Ну что же, погнали. Так, начнем. Давайте с массовой атаки от Шреддера. Так, неплохо, да? Теперь давайте телепатию. Ммм, Ванюша выжил. Так, давай-ка добьем, наверное, его все-таки. Отлично. Так, делаем вот так вот. Выжил. Так, ну что, мышки смогут подбить хоть кого-нибудь? Да, смогли. Они добили. Так, естественно, Леонардо делает отхил на свою команду. Этот вызывает Маузеров. Так, погоди-ка. Вот это мне не нравится. Давай-ка, наверное, отхилимся с вами, да? Не хочу, чтобы Эйплил упала у нас. Так, и будем бомбить. Так, Лео живучий оказался. А если вот так вот? Оп, минус. Так, теперь, наверное, Донателло будем с вами брать в расход. Не получилось пока. Давай-ка. Крик упал. И остается у нас Бакстер Стопман. Ну, мы с ним, думаю, быстренько сейчас справимся. Он потратил свою массовую атаку, да? Маузеров он устратил. И Кунаичи Эйплил его, естественно, добивает. Ну что же, ребята. Смотрим. Мы с вами переходим на три... А, нет, мы... Да, мы в самураи заходим, ребят. Все. Все. Теперь остается лишь пройти до самурая двух или трех звезд, а там уже, как говорится, и до Сегуна рукой подать. Но все равно, согласитесь, очень медленно идет продвижение. Очень медленно. Если брать, например, тот же самый понедельник, да, когда сразу происходит откат, и мы сразу бежим сюда и проходим, мы намного быстрее двигаемся вверх. А сейчас вот чувствуется, что с каким-то замедлением. Ладно, ребята. Выбираем, наверное, мы с вами Лилиану, да? Лилиана. А фотография вроде бы как парня. Ладно, это уже не имеет значения. Так. 37-й, 36-й уровень. О, ребят, ну это все. Это уже называется мясо. Ты посмотри, у меня остались 60-й уровни, да? То есть можно брать абсолютно любого. Абсолютно любого. И здесь, естественно, мы будем с вами просто их рвать. Давай посмотрим. Жалко, конечно, Лилиану. Но ничего поделать не могу. Так, давай сразу бомбить. Не буду я, ребята, здесь бафы всякие, антибафы делать. Просто бомбилово, рубилово. Так, ай, надо было массовую атаку. Зачем я так делаю так? Ну-ка, положишь? Нет, я думал, с удара положат. Так, давай просто пиночком. Так, отлично. Нет, 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 нет. Майки, это уже тебе не поможет. Вот уж поверь. Это уже все. Это уже иммунитет. Это тоже иммунитет. Зачем вам это все нужно, если вы уже потенциальные мертвецы? Так, минус. Ну и Бибоб тоже, наверное, ребят, сейчас... Оу. Держится. Держится. И опять держится. Так, от Хана, ребята, он упал. Ну что же, двигаемся дальше. Я не знаю, может быть, пройтись? Нет, ребят, сегодня мы, наверное, не будем проходить испытания. Давайте уже, наверное, завтра приступим к этому делу. Сегодня попробуем пройти в самурае две звезды. Я не знаю, получится. Нет, успеем мы. Хотелось бы, конечно, успеть. Героев маловато, да, у меня осталось. Хотя еще на боя три насобираем. И как-то так неловко, ребята, драться. Мы 60-е уровни, да, и против нас 35-е. Но это издевательство с нашей стороны по отношению к ним. Верно, ребят? Даже как-то стрёмненько. Ну, я ничего поделать не могу. Мне нужно подниматься по карьерке. Так, давай-ка мы ультразвук, ультракрик. Так, и Ванька Сиранка, естественно, всех добивает. Все, ребята. Наверное, мы все-таки с вами дойдем до самураев две звезды. Но не более. Завтра уже будем подниматься до трех, а может быть, даже и до Сёгуна. Так, ну что же. Давайте-ка выберем, наверное. Они абсолютно одинаковые у нас. Поэтому, я думаю, можно взять Ники. Или Маркоса. Или Адама. Тут не имеет значения абсолютно. Давай возьмем тогда, наверное, Ники все-таки. Здесь есть бронза у него. Так что это будет самое то. Оптимал, как говорится, для нас. Слушай, сколько у нас героев остается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Блин. Неужели два героя опять у нас, как говорится, прогорают? Или мне брать откаты? Вопрос, конечно, интересный. Ладно, посмотрим, что у нас тут получится, ребят. Ух, ёлки-палки. Я думаю, что здесь в защиту даже вставать не надо. Просто они ничего нам не сделают. А мы их просто разбомбим. Да, ребята. А мы можем, знаете, что сделать? Хотел сказать, три с половиной героя взять в бой и ими пройти. Нет, мы сделаем немножко по-другому. Так, ну что же. Самурай, две звезды. Мы с вами попадаем. Выбираем. Сейчас абсолютно любого беру. Да, по максималке только главное, чтобы. Ну, давай вот этого возьмем. Кто это у нас? Магнус. Смотри, ребят. Раз, два, три. Остается у нас здесь четверо. Так, вот так сделаем, наверное. И без откатов. Без откатиков вот так вот пойдем. Ну да, я не спорю. Мы получим с вами минимум бонусов. Но, по крайней мере, мы с вами пройдем. И все герои у нас будут сыграты. Вот что мне нужно. Господи, с одной бомбочки все упали почти. Ну да. Ну, я уже молчу. Сейчас мы имбу возьмем. Просто Леонардо сделает вертушку, и они все упадут. Да. Я именно на это рассчитываю. Ну, и смотрим. 79-я позиция у нас была. Становится какая? 60-я. Да. Естественно, мы отыгрываем с вами последних наших героев. Я возьму, наверное, вот Александра. И вот, ребят, трех последних наших бойцов. Ну, тут, естественно, я вам говорю. Сейчас Леонардо просто делает свою вертушку. Они все падают. И посмотрим, откуда мы начнем, ребята. Так, подожди-ка. Майки, да, с танцем со своим ладо. Хорошо, пускай, танцует. И вот теперь пошел Леонардо. Все, смотрите, ребята. Бам! И все осыпались, как, знаете, как осенью листочки с дерева. Ну, и давайте посмотрим. 60-я была позиция. Сколько нам дадут бонусов? Ну, очень мало. 49-е. Ну, что же. В принципе, нормально, я считаю, ребят. Так, и хотел посмотреть в магазине. Сколько у нас с вами монет для того, чтобы приобрести что-нибудь. Так, смотрите-ка, ребят, секунду. Мы можем здесь немножко с вами потратиться. Хм. 5 тысяч и 2 тысячи, да? 5 и 2 это 7 тысяч, да? Ладно, хорошо, я трачу. Трачу, ребят. Я думаю, что сюрики мы с вами накопим. Так, вот теперь по монеткам. 96 монеток. И, как я вам обещал, ребята, вот. Переводим его в трехзвездочный серебряный ранг. Ведь должно быть именно так. Проверим. Да, ребята, и нужно 2 500. Фух. Донателло. Давай, елки-палки, переводись. Шикарно. Так, что это у нас тут, ребята? Черный пиар. Художник очищает Донателло, облитого чернилами. Снимает любые отрицательные эффекты союзников, да? С вероятностью 25% союзники исцеляются на 25% от их максимального здоровья. Very good. Теперь, ребята, отлично все у нас. Так, давайте вот здесь мы с вами обменяем. И все. Так, хотелось бы посмотреть у нас на испытания. Кого нам, например, здесь дадут, если мы будем с вами играть? Да, конечно, не топовых персонажей, но тем не менее. Ребята, у меня только здесь вот железная голова и Бакстер Стопман будет рулить. Немножко, конечно, неприятно. Ну да ладно, доживем, как говорится, до следующей серии. И, ребят, продолжим играть. А пока я буду набивать вот эти осколочки. Ну, а с вами я прощаюсь. Всем пока, всем удачи, ребята. И до новых скорых видосиков. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok